Завершается срок уплаты имущественных налогов за 2020 год. Почему важно заплатить налоги вовремя и как это сделать, нам рассказала начальник отдела имущественных налогов физических лиц Межрайонной налоговой инспекции номер 11 по Краснодарскому краю Олеся Медведева. Уважаемые граждане физические лица, обращаем ваше внимание, что срок уплаты земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, налога на доходы за налоговый период 2020 год истекает 1 декабря 2021 года. То есть осталось меньше 10 дней для своевременной уплаты налогов. В свою очередь оплата налогов производится на основании налогового уведомления, которое получает плательщик от налогового органа. Напоминаем, что в налоговых уведомлениях, направленных для оплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Граждане, получившие доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получают налоговые уведомления в электронной форме только через данный сервис по адресу налог.ру. И оплату можно произвести непосредственно в данном интернет-сервисе. Граждане, еще не открывшие свой личный кабинет, смогут оплатить имущественные налоги с помощью усовершенствованного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России. Плательщики могут сформировать расчетный документ, оплатить налоги не только за себя, но и за третье лицо. В отношении исчисления транспортного налога в случае продажи транспортного средства следует отметить, если налогоплательщикам автотранспортное средство продано по договору купли-продажи, то начисление транспортного налога прекращается лишь в том случае, когда новый собственник произвел регистрацию транспортного средства в органах ГИБДД. Продавец также имеет право обратиться в органы ГИБДД для выполнения регистрационных действий по снятию с учета проданного автотранспортного средства. Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога за исключением угона транспортного средства либо возникновения права на налоговую льготу налоговым кодексом не установлено. С актуальной информацией о налоговых ставках и льготах, принятых региональными и местными органами власти на налоговый период 2020 год, можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Если до 1 ноября налоговое уведомление вами не получено, а облагаемое налогами имущество имеется или в уведомлении содержится неактуальная информация, необходимо в ближайшее время обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные во избежание необоснованной задолженности. Это можно сделать любым способом – лично, по почте, через уполномоченные МФЦ или электронные сервисы, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и обратиться в ФНС России. Инспекция осуществляет прием граждан строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, используя все необходимые меры безопасности, замер температуры, маски, обработка дезинфицирующим средством и дистанция в полтора метра. Налоговая служба призывает налогоплательщиков, физических лиц оплатить имущественные налоги за 2020 год в срок не позднее 1 декабря 2021 года, а также погасить задолженность прошлых лет. Помните, своевременная уплата налогов – это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации.